Здравствуйте, московский Владислав Тандаюшев, учеба, директора концептуального анализа и проектирования Московской физико-технической института. Наш лозунг – это «Мы создаём смысл». Мы зарегистрированы как некоммерческая организация. Основное направление наших единиц, с чем мы туда пришли, это все эти достижения российские междисциплинарные школы, чем гордятся в том числе ученики нашего института, в арсенале которых есть две номерские премии на физике, чтобы максимально все то, что наработано российской междисциплинарной школой, внедрить в наше образование. Это направление деятельности номер один. Из него перетекает направление деятельности номер два. Все, что связано с историко-географическими экспедиционными проектами, все, что связано с историко-географическими экспедиционными проектами и представлением нашей замечательной страны на внешнем культурном поле. Многочисленные, к величайшему сожалению, вынужден просто Просто прокричать в микрофон, как известный персонаж стихотворения Андрея Вознесенского «Три минуты». Правда, есть такой колоритный персонаж, молодой кубинский революционер, который дорвался до общенациональной радиостанции, и чтобы три минуты прокричать в микрофон о том, что на Кубе живется плохо. Есть немножко в такой роли. Мы дали не более трех минут, но и совместное стихотворение Андрея Вознесенского. Это то, что я хочу прокричать. Тихо-тихо. В нашей замечательной стране нет внешне культурного концепта. В нашей стране куда-то за рубеж сказать нечего. Я считаю, что это просто критично. Для сравнения, лет как 35-40 назад, когда у нас было немножко другое общество, у нас было что сказать. Сейчас мы пытаемся выгенерить исходяя определенную систему культурной ценности. То, что нам не сказать, я пытался один-два историко-географический экспедиционный проект, очень мало-мальски разбираюсь. Это и связано с Меделаном 500, и связано с Туэль-Хирданом, Контики 21. Ну, собственно, у меня что-то получилось, что-то не получилось. По Контике 21 вообще возникла одна карикатурная ситуация, которая в такую вывесилась у меня в предконфликтную ситуацию с русским географическим обществом, когда регулярно, год от года, печатаю один-единственный пост. Дорогие друзья из русского географического общества, вы большие молодцы, но вы работаете здесь, на внутри России. Вы работаете на Камчатку, Восточную, Западную Сибирь, регионы Крайонного Севера и т.д. и т.б. Это хорошо с точки зрения зарубежных инвестиций. Это вообще никак виталилируется с честным внешнекультурным. Я пытаюсь работать с альтернативной организацией КНГО под названием «Национальное географическое общество». Пока ноль реакции. Они воспитаны в мгимошных традициях, т.е. традиции вип-клубов. Это идёт в разрез с какими-то мгимошными традициями, что, соответственно, если мы так прямо скажем, то это будет за определённую конфликтогенную ситуацию. Вопрос номер два. Ну и вопрос номер три. Самый радостный. В чём мне здесь не даст соврать Георгий Сергеевич Моначарский, мой предшественник по выступлению на трибуне. Я также причастен к футболу, также причастен к молодёжному кинематографу. Нам посчастливилось выступить с нашим кинопродуктом под названием «Россия с нами не пропадёт» на одном из фестивалей спортивных фильмов в городе Красногорск. «Волею судик» был один единственный кинопродукт, в котором хоть как-то фигурировал юмор, потому что тема женский любительский футбол. Мы этим гордимся, этим хвастаемся. Это первое, чем мы хвастаемся. Второе, чем мы хвастаемся сейчас, в женском разделении Российского футбольного союза, наконец-то, более-менее хорошая госпожа-председатель, которая официально признаёт, что да, концепта женского футбола в нашей стране ещё нет. Это значит, мы кричим «Ура!» как раз в поле деятельности ко всей квалификации специалистов в нашей кафедре. В обязательном порядке надо прописывать все параметры, прежде всего, связанные с врождённым очарованием представительности прекрасной половины человечества, а не только с вот этим вот вечной усталостью, вечными международными лицами, вечным неумением вести себя на камеру, с чем я, как и кинематографист, по ходу съёмок фильма столкнулся. И самое главное, учитывая то, что вы все из регионов, мы можем наш фильм в рамках такого культурно-массового мероприятия, как «Вечер спортивного кинематографа», относительно которого мы можем смело похвастаться, что в вашем городе будет некуда, чем в Красногорске, прорезти в Кашель из ваших городов, и мы готовы куда приехать. Я, по крайней мере, готов приехать, точно. Сегодня у нас вечером назначены переговоры с одним человеком из города Челябинск. Уже переговоры идут с одним из городов Республики Татарстан, с Чистополь, города Данино, Подмосковье и Татары. Александр Григорьевич, большое спасибо за слово. Я закончу. Спасибо большое, что выступили. Мы забыли нас, особенно в очень серьезных... Субтитры создавал DimaTorzok